Слушай, это все прекрасно, но я тут порешил, мы с тобой уже знакомы сколько. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Слушай, я выйду замуж на тебя в том случае, только если здесь и сейчас появится Паша Микус. Ну это же невозможно. Ха! Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. А где Маша? А Маша в отпуске, сегодня я буду вашим мастером. Ну знаете, я все время у Маши делала, я наверное ее с отпуска все-таки дождусь. Ну что вы, что вы, я уже 10 лет работаю, не беспокойтесь. Ну садитесь, садитесь в вашем случае. Ну я обычно ложилась. Ой, ха-ха-ха, дуреха я какая. Конечно же ложитесь, не садитесь же вам. Так, глазки закрываем, сейчас я вам бровки-то набью, 10 лет будете с ней ходить. В смысле 10 лет? Это же на полгода. Ой, профессиональная шутка. Закрываем глазки. Начали. Все, готово. Вы что, с ума сошли? Мне замуж через 2 дня выходить, это что? Ой, а что, не нравится? А вот вы мне тоже не нравитесь, вы за моего Антошеньку замуж выходите. Так что всего вам доброго. Татуаж держится 6 месяцев. Хрен вам, а не мой сын. Выпьем сад, свекро. Ой, а, слушай, бабах-то в инстаграме натурального-то, походу, только фамилия в паспорте оставили. Господи, сиськи накачаны, все оно накачано. А где вот натуральная, естественная красота? Вот как я, например. Меня вот мама как учила? Немного здорового румянца. На щечке так, оп, чтобы вид такой, знаешь, был свеженький. Немножко подвести глаза, ну, чтобы поярше были. Чуть-чуть, вот прям понижней, так чуть-чуть. Ну и все, хочешь я замуж? У меня такие точки, их для вас накормить хочется, честное слово, жертву я с Венцема. А у тебя еду забрать хочется, блин. В смысле? Это, между прочим, не жир, это опыт. Настоящая женщина, она способна вынести здоровое потомство. А эти что могут вынести? Мозг! Я подкачу на тебя свой самый лучший день. И я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться за твою любовь. Я совершенно нечего одеть. Ты представляешь, я уже не знаю. Это просто кроватка. Это что, опять дебильные бутерброды? Серьезно? В смысле дебильные? В смысле опять? Охренел? Катюк, давай, может, нахрен эту сумку выкинем, но она мне все равно никогда не нравилась. В смысле выкинем? Ты вообще знаешь, сколько она стоит? Конечно знаю. Это ж копия Китая. Ты сама говорила. Две тысячи рублей. Или долларов. Да даже если и долларов, тебе что для меня? Сумки сраные, жалко. Я, может быть, о такой всю жизнь мечтаю. Это просто какой-то ужас. Я больше так спасибо не могу. Мой Мирка. Он совсем меня не любит. Вчера, чтобы ты понимала, я дознатила его встречу до час. Знаешь, сколько пришло он? В час десять. Это просто он меня вообще не любит. Я не помню, когда он что-то мне дарил. Не то, что вот твоя ножка, цветочки дарит, но он колечки. А ну, ты что? Он вообще мне ничего не дарит. Ты что думаешь, это он? Да прям так. Я сама хожу и покупаю эти цветы. А на самом деле он редкостный козел. Давай, давай, давай. Это просто неправильно так поступать, когда ты едешь поцелуйчики с ракетой. Какие же мы все-таки бабы несчастные. Не говори. Дорогой, мне кажется, нам пора пожениться. Я в домике. Нам пора пожениться. Знаешь, я тут прочитал астропрогноз. Говорят, что овны с близнецами вообще не пора. Вообще-то ты рак. А раки вообще не женятся. Нам пора пожениться. В смысле? Знаешь, я хотел тебе сказать, что я гей. У меня там карликовый пидор под умывальником. Нам пора пожениться. В смысле пожениться? Если у тебя хозяйка плохая, какой пожениться? Ты видела вообще мои джинсы? Я в них боюсь выйти на улицу, они рваные. Вообще-то мы их так и не купили. А зашить сложно. Я выхожу к маме. Екатерина, я здесь. Денис? Да, Вячеслав. Екатерина, присаживайтесь. Я недавно с похорон. Такая история, знаете. Ну что вы расскажете о себе? Хотя, в общем, можете послушать меня. Что, что, брат, говорит, что у меня плохой текст. Это очень интересно. Я... Девина секундочку. Конечно, конечно. Господи, что за дебил? Познакомилась в интернете. Блин, как от него избавиться? Точно. Духи. Может, он же заблокнется? О-о-о-о. Я вернулась. О, как здорово. Катюша, я совсем забыл. А чем это пахнет? Это ваши духи? Любимые. О-о-о, Катюша, простите, я тебя удаляю. Привет. Может, познакомьтесь? Ой, привет, давай. Что тут у тебя? Я буду сейчас слою. Не уходи, подожди, я ума сейчас. 2150 год. Количество мужского населения сократилось ровно в пять раз. Мужчины стали таким дефицитом, что найти их можно только на черном рынке. Я слышала. Давай, подожди. Ну, есть тут один вариантик. Посмотреть можно? Да. Да на него же без слез не взглянишь. Ты чего? Ну, внешне он, может быть, не очень, но есть у него один бонус. Иди сюда. Иди сюда. Это такой хороший мальчик. Давай, давай. Иди сюда. Иди сюда. Э, тут мало. В смысле, мало, стандартная цена. Большие проблемы с поставками. Сейчас товар очень сложно найти. Пойдем, мы зайдем. Алло, Армен. А есть еще парочка таких? Хорошо идут засранцы. Знаешь, это лето, как баба во время ПМС. Какое? Какое-то кончное. Ты знаешь, а мне кажется, что это лето, как мужик после пьянки. Какое-то невменяемое. Ах, это нет, знаешь? Лето, как твоя лучшая подруга. Такое же мерзкое и стремное. Ты знаешь, и лето, как лицо мужика, девушка которого поймала в букет невесты. Грустненькая какая-то. А вот ты знаешь, это лето, прям как твоя мать. Уже задолбала. А ты знаешь, походу это лето, прям как твой отец. В смысле? Опять где-то запухала. Это лето, прям как ты в постели. Какое? Никакое. Сука. Кать, 30 лет уже, когда замуж-то? Вот ты знаешь, мой прекрасный принц, вот буквально недавно улетел убивать дракона в мою честь. Но, к сожалению, его остановили Гримпис. Вот, жду, когда отпустят. Ты знаешь, у меня врачи обнаружили очень редкую аллергию на пыль в ЗАГСе. Не шиба. Слушай, ну вот выйду я сейчас замуж. И кому вы этот вопрос? Ой, а когда ты выйдешь замуж? Будете задавать. А? Вам же жить неинтересно станет. А вас же беспокоят. Ой. Ты знаешь, у меня бывает находит желание выйти замуж. Ну, только я, короче, знаешь, одеваю тапки, бигуди, халат, иду стирать и варить борщ. Ты знаешь, что я сейчас спускаю? Слушай, иногда прям очень хочется выйти замуж, да? Но вот как только вспоминаю твоего придурка, так сразу думаю, ну и дай бог такой же попадется. Да я уже скоро, скоро, не переживай. Просто жду, пока твой муж разведется. Доктор, мой брак зажгнул в тупик. А спокойно, пожалуйста, объясните, в чем ваша проблема. Она меня просто вообще не замечает, что я только не делала. Дорогая, смотри, что я для тебя купил. Ты всегда о такой мечтала. Да сука. А чем она занимается в это время? Она смотрит КВН. Ну, очень интересный случай. А вы не пробовали, например, смотреть КВН с ней вместе? Нет. Вот в чем корень проблема. Рекомендую вам в данной ситуации посмотреть КВН с ней вместе. Ну или, допустим, купить билеты на голосящий Кевин 2017 в Свердлогорске. Это правда поможет? Конечно. Она на вас посмотрит, как на мужчину, который интересуется ее интересами. Доктор, спасибо большое. До свидания. Алло, как? Ну что, собирайте мадамы. Ты мой побежал за билетами. Так что лето, море, песок, пляшковые и каникулы нас ждут. До встречи в Свердлогорске. Ух, эти мужики. Все с они им надо делать. До встречи в Свердлогорске. Субтитры сделал DimaTorzok Такую гимнечку, эх. Да-да, гимнечка. Где больное утро? А, это революция. Пора переходить к тяжелой артиллерии. Ну что? Да-да. Гимнечка. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых встреч. Продолжение следует...